Приветствую всех настоящих ценителей бокса. Я являюсь фанатом Флойда Майвезера, но его эпоха недавно закончилась. На смену приходят новые герои. И одним из таких героев является, конечно же, Терренс Кроуфорд. Терренс, он как и Флойд, боксер дистанционный. Очень хорошо двигается, очень тяжело его перебоксировать именно по очкам. При этом Кроуфорд, как и Майвезер, техничный. Он показывает умный бокс. Он также идет без поражений. И непроизвольно напрашивается сравнение. А кто лучше, Флойд или тот, кто пришел ему на смену? Терренс Кроуфорд, что если их сравнить? И при этом сравнении, на первый взгляд, по всем параметрам, конечно же, выигрывает именно Флойд Майвезер. Давайте будем реалистами. Техника техникой. Да, оба технари. Но у кого быстрее руки? У Флойда. Это природа. Потому что в тех же ударах техника влияет на скорость, расслабление, натяжение связок. Это все ускоряет удар. Но у кого-то по природе просто волокна более быстрые. То есть ты можешь до опупения тренироваться, но бить серии, как Крой Джонс, ты не будешь никогда. Потому что природа у него такая. С этим ничего не поделать. Опять же, скорость ног. У кого выход на ногах быстрее? Есть там своя техника. Влияет стойка, положение ног. Можно обманывать соперника. И как бы незаметно выйти для него. Это все присутствует. Но опять же, выход на ногах, выход, уход у Флойда просто быстрее. Это факт. То есть просто такова его природа. Опять же, если мы будем говорить о пластичности какой-то, о именно ловкости. Ситуация в том, что Кроуфорд по природе, он скорее более высокий, худой. И он на себя эти мышцы уже намотал. А Флойд по природе, он более как бы такой плечистый, сбалансированный. Он ловчее. Это просто есть, да? И вот это, ну как бы, пластика. То есть техника техникой, но лучше Флойд защищается. Он ловчее. И то есть вот, когда начинаешь так сравнивать, то такая в голову закрадывается мысль, что Флойд просто ушел на пенсию. И на его место, как бы, приходят новые герои. Ну и получается, кто-то же из них самый сильный. А если сравнить с Флойдом, то, дескать, хуже во всем. Так вот, в этом видео я хочу рассмотреть 5 качеств Терреса Кроуфорда, которыми не обладал Флойд Майвезер. То есть 5 направлений, 5 умений, в которых Террес Кроуфорд именно превосходит Майвезера. Но перед тем, как мы совсем глубоко погрузимся в бокс, у меня для вас объявление. У нашего сегодняшнего выпуска есть спонсор. Это Тинькофф Банк. И он прилагает свои кредитные карты с очень хорошими условиями. Большой лимит, низкие проценты, большие кэшбэки, ну и так далее. Но важно что? Что сейчас Тинькофф Банк проводит акцию совместно с блогерами. И если вы свою кредитную карту оформите по ссылке персональной моей под этим видео и используете мой персональный промокод, который вы сейчас видите на экране, а также он будет указан под видео, то вы получите еще более выгодные условия при оформлении карты. Здесь нет никакого обмана. Просто банки, они все сейчас борются очень активно за клиента. Очень хотят, чтобы вы пользовались услугами именно их, а не конкурента. Поэтому вот такая акция. А мы переходим обратно к боксу. Итак, первое преимущество Терреса Кроуфорд над Флойдом Майвезером это мы обратимся с вами к статистике. У кого какой процент нокаутов? Статистику именно общую по боям, на мой взгляд, смотреть бессмысленно. Потому что в начале карьеры понятно, что чемпионы на пути к титулу, они почти все выигрывают нокаутами. Потом блуждают по весовым категориям. Чем выше поднимаются в весе, тем обычно процент нокаутов уменьшается. Но если мы возьмем конкретно полусредний вес и уже топовый уровень, то Майвезер, кого он там нокаутировал, победить его было практически невозможно. Но кого он нокаутировал, мы этих людей можем буквально посчитать по пальцам. Так вот у Терреса Кроуфорда ситуация прямо противоположная. Наоборот, кто достоял с ним до конца, таких единицы. Я, например, вот мне на ум приходит только Виктор Постол. Может быть, был кто-то еще. Но, вот понимаете, да, что у Майвезера у него единичные бои на пике против крупных уже ребят, когда он их нокаутировал, а у Терреса Кроуфорда единичные бои, когда он, наоборот, позволил им до конца достоять. И это не случайно, совершенно разный подход. Вот Майвезер, он весь бой доминирует. И в последних раундах, часто даже вот буквально уже там за минуту до конца, он опускает руки, начинает гремясничать, начинает подставлять голову свою противнику. Играть с ним в такую лотерею, что, мол, давай, у тебя есть шанс, ты проиграл весь бой, ну вот-вот, чуть-чуть, сейчас вот попасть осталось, и уходит ловко. Террес Кроуфорд, все наоборот, он весь бой пускай выигрывал, победа у него уже в кармане, все отлично, но он сделает все возможное, чтобы подбить соперника своего буквально вот уже даже в самом конце. У него полно боев, когда даже бой был относительно равный. Но вот есть шанс у Кроуфорда, вот он раз и все сделает, чтобы подбить в конце. Я считаю, что это имеет довольно большое значение. Следующее, второй момент, дело в том, что Террес Кроуфорд ни много ни мало является изобретателем своих особых видов ударов. Кулибины, так до сих пор называют талантливых мастеров-самоучек. Их можно чуть ли не в учебник по боксу включать. Какая фишка есть интересная, что Террес Кроуфорд, он опускает свои руки, и из этого опущенного положения он бьет свои особые удары, которые больше не бьет никто. Что это за удары? Это некий такой удар, он, ну, как раз руки были внизу, то есть удар в голову идет. Получается, в какой-то степени это удар снизу, в какой-то степени это апперкот. Но интересно другое, интересно, как он строится. То есть это некий такой гибрид в ударах снизу, всегда присутствует на ногах человек, ну, вверх себя подбрасывает, разгибание тела, но видна динамика удара, видны, что это удар именно снизу. Вот у Террес Кроуфорда этот удар, скорее он строится как удар сбоку, то есть вращение корпуса, растяжение связок, и он бьет как бы сбоку, но по факту удар сбоку, а не приходится именно сбоку по противнику. Так вот, у Кроуфорда этот удар, он по направлению, он идет как прямой. То есть очень необычно. Получается некая такая смесь. Руки внизу были, удар идет как боковой по динамике, то есть чисто летит расслаблена рука, и от локтя до кулака она втыкается, как игла, да? Идет очень далеко удар, далеко-далеко, как прямой, даже как будто еще дальше. И по направлению как прямой он у него, но по динамике, именно по вот сама структуру удара, что он реально делает, ну, по сути, это боковой. И при этом направлены еще и снизу. То есть никто так не бьет. Да, у нас как бы есть Майвезер, есть Рой Джонс, тоже они били из положения опущенных рук, и передней рукой, особенно левой, у них был удар такой, полос внизу, полос в боку. Но это совсем другое. Их удар, он понятный. Так, по сути, даже и я могу ударить. Ну, это классика бокса, подцепить человека таким ударом. Но у Терренса интересно то, что он такой удар бьет в том числе задней рукой. А это уже никто не делает. И он у него уж больно далеко туда направлен. То есть, понимаете, мы, получается, по факту, вот, что, к чему это приводит, по направлению, это удар как прямой. Так же достает примерно те же траектории. Но как он построен, именно механически, ну, это чисто удар сбоку. И при этом еще и рука шла параллельно снизу. Натяжение связки произошло. Бросил предплечье свое, оно полетело. То есть, фактически изобретатель своего удара. И ума здесь много не надо так изобрести и бить. Формально и я могу так ударить. И любой из нас, кто занимается боксом, да любой так может ударить. Но эффективность. То есть, что он крюками попадать гораздо труднее. И он этими ударами умудряется попадать. И не то, чтобы в искусственных ситуациях. Когда уже преимущество над противником. Я так, что-то сегодня перевозбужден рассказом о Кроуфорде. Так хочу вам поведать, поделиться, да, своими измышлениями. Что начинают зажевывать слова. Я сейчас сбавлю темп. Так вот, круто, что в острые моменты, в моменты большой опасности. Даже когда он забывается, начинает действовать предельно как бы естественно. На рефлексах, именно что у него на подкорке есть, что у него выточено. Он своими этими ударами, снизу, сбоку, далекими как прямые. Он умудряется ими попадать. Это никто так не делает. Это вообще какой-то этот изобретатель. Еще, что интересно, можно сюда же вслед добавить. Вообще, качество ударов в целом. Мы говорим о крюках. Я не считаю, что у Теренса Кроуфорда образцовые прямые удары. Есть боксеры, которые лучше бьют прямые удары. Но все крюки, как он их бьет, насколько в узких коридорах, насколько у него все втыкается. Когда особенно вы смотрите замедленные повторы, то вот тот же Майвезер, у него было именно попасть. Что он невероятно попадает. И ты не понимаешь, он навстречу раз попал и ушел сразу же от всех атак. То есть, как он это сделал? Но само качество удара именно, оно у него нормальное. Как бы обычное. У него нету чего-то такого волшебства в ударе. Даже, возможно, с точки зрения техники, чуть-чуть массу недостаточно складывает. А Кроуфорд, как он себя раскрутил, как он все тело, как гепард, он бросает себя. И у него вот все втыкается. То есть, качество удара невероятное. Качество ударов, то есть, превосходит удары Флойда, если мы говорим о крюках. К тому же, изобретатель своих ударов. Третий момент, тоже в принципе связан с ударами. Это невероятная ударная мощь. И что я здесь имею в виду? Не силу отдельного удара. Вот многие боксеры, технари, которые мало рубятся, да, больше там уходят. Мэй Везер тот же, тот же Рой Джонс, например. Да они бьют очень сильно. Разовый удар у них не слабее, чем у кого угодно. Но тот же Теренс Кроуфорд, он при желании может быть рубакой. И по сути, очень сильного бойца, если он захочет, он может вступить с ним в размен и именно его перерубить. Просто силой его расплющить там. Яркий пример. Последний его бой с Коваляускасом. Не сумел выговорить. Коваляускас. Литовский спортсмен и техничный, и очень мышечный такой. Ну, видно, в общем, заряжен весь. И Кроуфорд почему-то не сумел к нему подстроиться. Кстати, он вообще себе изменил в том бою. Он же и снизу любитель вот этих своих ударов бить. Почему-то он их не бил в том бою. Может быть, какая-то травма была, не знаю. Но в какой-то момент он просто взял и переехал к Коваляускасу. Просто мощью. Просто взял его и расплющил физически. Перерубил. Просто перебил его. И вот эта мощь, она недооценена. Потому что все смотрят, что Кроуфорд ногами уходит. Такой он весь, да. Тягучий такой, гибкий, как бы аккуратный. Избегает часто отрых ситуаций. Но при желании, когда нужно, он может рубиться на уровне, там, Эрл Эспенсен, на уровне сверхсиловика. То есть, если взять любого силовика, ну, кого там, по типу Котта, Шон Портера, ну, просто вот, кто кого перерубит. То, да, Терренс Кроуфорд это избегает. Но такое чувство, что если он поставит цель, то я не удивлюсь, если он и тоннаж сумеет набить больше, чем тот же, даже Эрл Эспенс. Я не понимаю только одного, как у него вообще, у Терренса Кроуфорда, выдерживают его связки, его локти, сухожилия, кисти. Потому что вот с тем же литовцем, как он его бил в конце, да там у любого нормального человека должны просто руки переломиться. То есть, что-то должно вылететь, выбиться, у него почему-то это не происходит. Или у него какая-то генетика невероятная, или медицина какая-то очень хорошая, что сохраняет свое, как бы, здоровье. Но даже, не то, что по тебе попадают, а даже как ты бьешь, да там любой нормальный человек, когда такой тоннаж набьет с такой силой, да он свои же руки, свои же плечи, локти. У него просто все должно, по идее, повылетать. Особенно, если он такой худенький. Движемся дальше. Уже к четвертому подходим преимуществу. И это особое мастерство добивания. Которым, кстати, Флойд Майвезер, на мой взгляд, не обладал на таком уровне. Что это значит? Во-первых, надо тут понять нам, что значит мастерство добивания. Будем идти от противного. Возьмем человека с тяжелым ударом, жесткого, который, наоборот, по факту, не умел добивать. Это Руслан Проводников. И если мир боксерский очень тесен, если кто-то из его круга будет смотреть, или он сам, я прошу не обижаться. Я просто говорю, как есть. Если мы посмотрим бой с Брэдли, то он за бой его несколько раз подбил, и он боксировал шикарно. Он был полным аутсайдером в том бою. А какой бой закатил. Но каждый раз, когда он подбивал этого Брэдли, Брэдли уже шатался буквально. Даже не как пьяная была, а как я не знаю даже кто. И Руслан не получалось его добить. Ну не выходит. Это отдельное искусство добивания. Так вот Терренс Крофорд у него явно оно наработано. И я сейчас такой расскажу момент. Ну наверное большинство его возможно не замечают. Что он использует? Ну вот он побежал в нокдауна, считали, поднялся человек, и судья посчитал, и Крофорд побежал добивать. Как обычно добивают. Часто это делают хаотично. То есть просто начинают бить все удары максимально сильно. Пытаются прямо во что бы то ни стало попасть. И во-первых, это может быть или сразу ты начинаешь с первого удара сильного, его видно максимально, он сильный. Или кто, например, поумнее, похитрее, больше себя контролирует, более холодный. У него он сериями добивает. У него последний удар сильный. То есть, например, бьет типа там левый, правый и по корпусу как ударит. То есть в серии последний удар сильнейший. Так вот Крофорд, он использует очень хитрый прием. Я покажу его из правши, хотя Крофорд чаще это делает в левше. То есть он подбегает и первый удар, который технически вроде как не может быть сильным. Допустим, вот я отсяду, чтобы было лучше видно. Допустим, это у нас будет левой рукой короткий удар. Очень короткий. То есть это не то, чтобы он подбежал от себя, зарядил и ударил. Нет, 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 нет. Он именно бежит, бежит, бежит. И такое чувство, что сейчас он будет бить серию. То есть серия типа там раз, два и третий удар сильный. Но по траектории движения, вот этот вот первый удар, он так выглядит, как этот удар в серии начальной, не самый сильный. Но по факту он без замаха, без всего, не показывая намерения вообще, не взводя тело свое, ну не пытаясь в положение встать для более жесткого удара, а вот ровно так вот, как рука была, так ударил, допустим, сбоку. Но он настолько вкладывает туда массу и настолько, ну, все закрепощает, что этот удар, то есть обычно, когда он добивает соперника, ты ждешь, что он подбежит, и он будет именно бить так, что прямо вообще, на смерть, как будто бы хочет ударить. И таких ударов он боится. А тут Крофорд подбегает, и первый удар, как такое касание буквально, да, то есть, скорее всего, опасность не в нем. Скорее всего, это начало серии. Надо, ну, закрываться там аккуратно, что сейчас он набросит и потом ударит. Так вот, этот первый удар у Крофорда часто, он у него вообще жуткий. То есть, он даже не обязательно первый может быть, но суть как бы в том, что он прячет силу удара. И как бы, ну, бьет его максимально не в попад. И это можно увидеть только, когда он промахивается. Потому что, когда он промахивается, то вроде от такого легкого удара легко ударил, смотрим, перекрутил Крофорда, он чуть ли там не упал, да. То есть, вот это вот мастерство добивания, у него принципиально отличается. То есть, именно, ну, наработка, как бы это, то есть, это неестественно. Так не бьют. Или бьют сразу, ну, сильно, задней рукой, например. Или переднюю руку взводят, чтобы тяжело ударить. Или бьют серию, легкий удар и завершают тяжелым. А он бьет, как бы удар просто из серии, как руку кинул, а он вложил туда все, что можно. То есть, чтобы этим ударом человека шокировать, сбить вообще его, ну, и так далее. Передать, в общем, всю энергию удара своего. Ну что, это четвертый пункт. И пятый, самый банальный, в чем Терренс Кроуфорд превосходит Флойда Майвезера, я думаю, многие из вас уже догадались. И, наверное, для многих это был бы пункт первый. Ну, какой это. Да, вот для себя сейчас подумайте, что это вообще. Это, в принципе, самое очевидное и простое. То, что Терренс Кроуфорд боксирует в двух стойках. И что важно, в двух стойках много кто может боксировать. Даже я на своем маленьком уровне, там, да, по младшим разрядам бьюсь. Я и то меняю стойки иногда. Но важна эффективность. То есть, Кроуфорд, он не делает вид, что он поменял стойку, сейчас что-то там подвигался, подделал. А он боксирует именно страшно в обоих стойках. То есть, он в обоих стойках жутко бьет и эффективно защищается. Это реально круто. А вам спасибо, что посмотрели данное видео. Также, что важно, я ни в коем случае не говорю, что Кроуфорд лучше Майвезера. Я считаю, что если бы между ними организовать бой, то у меня фаворитом был бы Флойд. Были бы, конечно, шансы определенные у Теренса Кроуфорда. Результат здесь прогнозировать крайне тяжело. То есть, тут, во-первых, непонятно, какой рисунок боя каждый из них бы избрал. Это очень сложный момент. То есть, я даже не уверен, что Флойд бегал бы весь бой и пользовался своей остротой быстрыми ногами, быстрыми руками. И, как это ни странно, я думаю, он, возможно, и вблизи пошел бы пободаться. Но это тема отдельного разговора. То есть, я не считаю, что Флойд бы выиграл прямо на 100%. Но для меня он фаворит. Но просто я хотел сказать то, что Теренс Кроуфорд не является просто ухудшенным Флойдом. А у него есть своя красота бокса, свои сильные стороны. В чем он того же Флойда превосходит. Ну что, ребят, всем счастливо. До новых встреч. Тушу камеру.